Динамик Устройство Воспроизведение Теперь левой кнопочкой У вас появится диалоговое окно Смотрим Вот появилось диалоговое окно Что теперь делаем Видите, вот нарисован Экран телевизора Вы на него переключаетесь Нажимаете динамики Они вам не нужны Правой кнопочкой отключить Это динамики, которые на ноутбуке И нажимаете Правой кнопочкой опять же Включить И у вас включаются динамики На телевизоре Теперь, когда вы будете смотреть Фильмы на телевизоре через интернет У вас будет разговаривать Телевизор, а не ноутбук То есть звук будет Воспроизводиться на телевизоре Ну так вот все очень просто Ну если вам Необходимо будет вернуться В прежнее положение Просто опять же Правой кнопочкой Включить Включаются динамики На ноутбуке А этот, конечно, лучше Отключить Окей Все Ну и Второй Способ Или второй вариант Давайте так скажем Через панель управления Конечно, можно Сделать то же самое Панель управления Дальше идет оборудование Звук Оборудование Звук Открываем Смотрим, что вам Звук Так, управление Звуковыми устройствами Настройка громкости Давайте вот это, наверное, нам Это неважно Так Ага Так Вот оно у нас Так Это Уберем Нам это окошко не нужно Итак Звуки Звуки Воспроизведения Итак Вот то же самое Окошко диалоговое Появилось Тут поступаем Так же само Ну, я обычно Пользуюсь Вот Динамичком Тут гораздо проще И не надо никуда бегать Нажал правой кнопочкой И все Оформил Всего доброго Успехов До свидания